Добрый день, меня зовут Алексей Черных, я руководитель по работе с ключевыми партнерами в Левопережной Украине, направлении СИН. То есть мы представляем большую компанию Монсан. Здесь представлены наши ребята из разных департаментов, всех я их не буду представлять. Они здесь, вы думали, знаете, но не работаете. Очень приятно, что вы посетили наш ИВН, начинал свою трудовую деятельность. Я по Луганской и Донецкой области, так что я хорошо знаю этот регион. Если будут вопросы по культурам, по семенам, обращайтесь с радостью ответить. По РАПСу, по кукурузе, это основное направление новой компании Монсан. Спасибо. По нашему сегодняшнему дню по регламенту. Сейчас у нас будет презентация, которую представит Александр Турчинов. Затем, после презентации, мы делимся на две группы. Мы сразу раздадим вам кепки разных цветов. И группа будет определяться цветом кепки. Две группы. У нас сегодня немного людей. Две группы по 30-40 человек. И ответственная первую группу ведет Турчинов Александр Мирожиченко. Вторую группу ведет Виталий Семдюк и Елькин Алексей. То есть, они вас будут ждать на выходе. Исходную покажем и выходим на маршрут. Прошли по маршруту, возвращаемся сюда. Заканчиваем фотографироваться. Пьем пиво и садимся за столы. Я думаю, кепки все заполнили, да? Ну да. Ну все, я вам желаю хорошего, интересного, продуктивного дня. Я думаю, что он таковым и будет. Коллеги, здравствуйте. Не громко, да? В русском языке будет удобнее, да? Я зовут Александр, отвечаю компанией БАЭС за направление зерновой культуры. Зерновой культуры не стоит. И, в принципе, сегодня презентация моя будет такая, посетительная, короткая. И она будет содержать в себе очень много информации. Она будет такая более фрагментарная. Она касается, более всего, основных таких блоков. Первая маленькая такая, маленький анонс. По-другому, компанией БАЭС. Новые культуры, особенности, да? То есть дальше новые продукты, акции, пару слов на решение. Ну и гибридорация, это будет все более. То есть это все будет демонстрироваться уже непосредственно в поседу. Понятно, относительно структуры, как говорил, Игорь Витальевич, что мы ждем, потому что сейчас, когда есть два отдельных направления, которые работают друг от друга отдельно, 2000-го за команду, это будет общий большой компанией. И это, в принципе, с большим таким потенциалом бизнеса, если брать соотношение семян и средств защиты растений, то семян где-то будет процентов 45 в пакете, да, и 55% будет средств защиты растений. То есть это будет сбалансированный такой потенциально большой объем бизнеса в больших, в этих сегментах, в семян и средствах защиты растений. Ну и понятно, с 2020 года это будет большая, сейчас большая-большая компания, большая дружная команда. Но самое главное то, что наша цель, как бы, не менять критерию в отношении и клиента, и с клиентами, да, то есть наша цель, как бы, создать большую и большую дружную команду с большим потенциалом, и это, в принципе, очень-очень важный момент, на котором надо все так будет акцентироваться, и на этот месяц мы хотим донести всем по делу. То есть байка был, остается большим байком, да, поэтому так оно и есть. Относительно новых продуктов. Что касается новых продуктов, ну, я хотел бы анонсировать, в первую очередь, новый гербицид, который у нас появился впервые, то есть в Европе, он только-только будет зарегистрирован где-то в следующем году, в России тоже в этом году должна быть, может быть, в следующем регистрации. Мы первые вообще в европейской части Украины получили регистрацию на этот препарат. Это Чекер-Экстен, это гербицид, который используется для осеннего внесения на зерновых культурах. В первую очередь, что хотелось бы вам сказать, ну, продукт состоит из, два насмотомых амидосинфорона и амидосинфорона, но еще в нем есть дифлюфеникан. Дифлюфеникан это дыра, которого, как бы, продукта в других украине нету. И чем оно интересно, это тем, что оно образует на почве пленку стабильного экрана, но оно все равно еще имеет контакт, в частности, чисто системное действие. Оно работает через почву, еще через поверхность клести. То есть в данном случае он нам разрешает получить долгосрочный, долгосрочный контроль сорняков, который предоставил из почвы. Препарат предназначен для контроля однолетних и однолетних водонных сорняков, поселок азима пшеницы в условиях осеннего использования. Что касается нового препарата, препарат он зарегистрирован в норме 300-350 грамм на гектар. Поэтому, как бы, что еще нужно о нем сказать? Ну, прежде всего, у него очень хорошая эффективность по контролю крестоцветных сорняков, падали со всех видов ракса. То, что мы в принципе видели, понятно, что он будет контролировать падали со по солнечника, наверное, относительно до срочности действия следующих минут, которые будут рисовать. Сочется. Это, наверное, будет проблемным, потому что все-таки мы знаем особенность по солнечника. Если мы говорим осенние проводки, то есть весенняя волна, то есть в адом случае может быть позже, но тогда уже не будет достаточно обычного действия. Но то, что будет понятно, что в осени, тем, в любом случае, будет контролироваться. что еще важно то есть в нем есть антидот и поэтому он очень мягкий на культуру там есть нефинкератива, это есть антидот следующий продукт следующий препарат это наш инсектицид если помните у нас в портфолио есть, в 2014 году продается дляцис профи мы продаем его в последний год уже дальше мы с ним прекращаем бизнес потому что мы переходим на новый продукт децис-сотый это у нас в принципе тот же ДВ, тот же дельтаметр концентрация 100 грамм в чем его особенность и в чем его преимущество эффективность в том, что он жидкий то есть он имеет уже масляную основу и за счет этой масляной основы эффективность против вредителей намного быстрее, намного выше если брать, например предугадаемого хвоста цена децис-профи цена децис-сотый стоимость обработки 2 гектара она примерно одинаковая поэтому как бы разницы в ценовом диапазоне никакой большой нет и препарат у нас зарегистрирован на 3 культуры это вас пшеница, ячмей и ракс то есть 3 культуры на которых у нас препарат не используется норма использования препарата 100-150 гектара и в принципе есть еще сахарная стекла норма на 100-250 гектара то есть в данном варианте вот такие культуры и вот такой продукт по сути препарат для вас готовый поэтому в данном случае ничего нового нету в любом случае у нас бизнес продолжается децис-плюкс он имеет более широкую регистрацию на всех культурах он так же будет подстволен то есть у нас будет существовать 5-10 плюс 5-10 суток следующий препарат на котором я хотел бы акцентироваться это как бы наша новая восходящая гектара это лаугис не знаю кто-то с вас уже использовал этот продукт вообще в своих хозяйствах слышал я о нем или нет то есть этот препарат я думаю что он будет наверное скорее всего такой довольно известный на протяжении нескольких лет почему-то потому что он ну прежде всего он очень мягкий для культуры настолько толерантный для культуры что его можно использовать в подавлении гибридизации то есть он реально мягко работает и практически особенность то что если правят по сравнению с другими продуктами использование препарата то есть можно использовать его от фазы 2-300 до 8-300 это очень большой плюс а наверное особенность о которой нельзя не сказать которая важна для вашего региона то есть он контролирует панели цирплосолнечника всех видов и это сегодня вы сможете реально увидеть в нашей агрегрине есть специальные опыты коллеги продемонстрируют вам это он реально ее контролирует практически безотказно работает и очень-очень яркий в отношении культурное растение еще очень важно он имеет он имеет такое сжигающее действие на переросшие сорняки какие-то клопота щерица и в том числе злаковые сорняки то есть если там у вас есть проблемы злаковые сорняки переросшие вот такая ситуация конечно лучше не приходить понятно же есть фактические моменты я думаю что наши коллеги вам могут порекомендовать подсказать этой ситуации как это правильно используется по спектру смотрите что у нас есть есть спроса куриные мышей подсолнечник лопота щерица послерчатый тоже очень такой интересный сорняк который ничего не контролируется морщица полевая горцы поэтому такой спектр большой обратите внимание на то что буквально я хотел бы еще сказать пару слов о нашем инструкции где-то belt ну вы знаете у нас сегодня очень много есть спроса с чешуекривыми вредителями на разных культурах в том числе и на кукурузе в данном этапе в данном этапе я просто хотел бы сказать что у нас в belt есть регистрация его на кукурузе есть регистрация его на соль в том числе сейчас мы работаем над регистрацией на рапсе его в том числе также на осеннее использование ну и если брать чешуекривыми вредителя то у нас в принципе разные мотыки да есть в принципе сумки и если говорить о эффективности продукта и особенности и отличия от конкурента препарат после внесения в любые деньги после попадания сразу на вредителя вредитель перестаёт быть активным он перестаёт питаться практически он теряет контроль вышечный контроль и он такой парализованный не может питаться и практически вред который он приносит на культуре сразу сразу нивелируется порядок после внесения продукта сразу сразу фактически отмечается эффективность два часа и фактически он лечинка не питается и что еще интересно он работает прекрасно на лечинках старшего старшего с больших возраста поэтому оно тоже очень важно в силу того что сейчас уже знаем много вопросов задают как инциклициды работают на пчелы и как они влияют на пчелы мы тоже эти моменты включаем если брать класс диамидов к которому относится инциклицид Белт тут надо примерно 200 раз выше для того чтобы уничтожить пчелу в отличие от конкурентных продуктов о чем это говорит что Белт это самый безопасный в отношении пчелов продуктов если брать по сравнению с другими действующими частами которые есть на рынке в данном случае мы говорим о флубе диамиде который входит в состав Белта если говорить о вреде которые мы получаем если мы вовремя не проконтролируем тишой крыльок мы знаем что этот вред это есть не прямые но это косвенные потери урожая которые ну когда после у нас падают растения надладываются растения или там некоторые там ситуации в других регионах тоже есть большой вред когда например они прогрызают печали туда попадают узборики фузыриозные днили особенно это очень-очень важно если кукуруза используется на извернование на кормовые цели и в данном случае потери не прямые потери по урожайности иногда могут составлять около том ферамон из гектара если мы не контролируем чешуя крыльок вредителях смотрите в принципе очень важно понимать что есть инструменты для мониторинга то есть можно проводить мониторинг чешуя крыльок вредителей при помощи феромонных ловушек если феромонную ловушку попадает 3-5 модельковаться в принципе означает что это нужно в принципе проводить обработку энциктицидов для того чтобы начинать конкурировать чешуя крыльок буквально два слова о альеп вы знаете наш альеп это в принципе препарат который уже очень-очень на рынке не новый но важно в том что мы с ним продолжаем бизнес и мы зарегистрировали его на подсолнечники и соль почему потому что лучшего специалиста по переноспорозу у ложной мучнистой лисе практически на рынке украины не существует на сегодняшний момент почему потому что системность действия то есть он движется как верхнюю часть растений так и нижнюю часть растений поэтому фазитилиумидия это одно практически системное эволю latter который имеет полусистемное действие плюс оно имеет непрямое действие на бактериальную болезнь и плюс сильное يمионосстимулирующее действие растения то есть растения получают как бы такой-то толчок и оно способно лучше переносить стрессовые и лучше контролировать вот этот возбудитель и положительную стрессию. Теперь еще наш новый фунгицид, который у нас появился в этом году. Мы его сегодня увидели. Красивый стенд, фотозону, фотовол, на котором мы его могли сфотографироваться. И что очень важно рассказать. Это в принципе новый фунгицид, который есть лидером на рынке Бразилии, который, если вы понимаете, одна из ключевых стран, ключевых мировых игроков производства СОИ. И фунгицид ФОКС это фунгицид номер один на рынке Бразилии. Почему так? Сейчас мы попробуем в этом разобраться. Смотрите, что важно. Прежде всего вы знаете, у нас есть фунгицид Короля, с которым мы продолжаем бизнес, с которым у нас существует портфолио, и он будет дальше на портфолио. Но, во-первых, мы не знаем, как будет дальше обстоят дела с нашими организациями европейским нормам. Потому что, если говорить о Европе, там в Европе сейчас, знаете, происходят запреты очень многих действующих веществ. И там, в том числе, есть, например, там списки, там некоторые действующие вещества, озонные группы. И, например, если это все будет происходить в Украине, мы не знаем, как дальше будет бизнес происходить с облуканозором. То есть, в данном случае, короля от нас есть облуканозор и Трифлоксистер Мин, вы знаете, если будет запрет, то мы тогда даже, может, не сможем тогда продавать эти продукты, которые будут содержать, как бухганозор, в Украине. То есть, я имею в виду запрет в Украине. Но, есть еще другой момент. Есть еще, например, запрет на ту продукцию, которая импортируется в страны европейские. Если эти продукции будут находить, грубо говоря, остатки вот этих эмориалов, то есть максимально допустимые остатки действующих веществ, которые запрещены использовать в странах Европы, то есть, например, импортируем сои, вы говорите, туда, в Европу, да, и там находят остатки этого действующего вещества, в данном случае, от этого будут быть проблемы. Поэтому мы зарегистрировали этот продукт, который разрешает все-таки использовать его на сои и подсолнечнике, и будет нивелировать этот момент. Что интересно, ланатрифоксистербин, вы знаете, это стробиуринное действующее вещество, которое имеет свойства, самое низкое свойство простворения, если говорить о соединении со всеми стробиуринами, и это очень важный момент, почему? Потому что он остается в той точке, куда он попадает. Если говорить о противоконизовах, это один из самых мощных позовов, который я сегодня на рынке, самый последний вызов так, и он очень быстрый. Он имеет противоконизовое, лечебное и искореняющее действие. За счет этого, за счет этой комбинации, новая часть растения у нас поступает, нарастающая часть растения поступает противоконизов. На тех частях растений, которые были обработаны для этого, где поработал противоконизов, остается еще эти фоксистерты. Поэтому такая комбинация позволяет получить долгосрочный, поваримый контроль вредителей разных болезней, вредителей болезней на длинном окладе прорастания, в развитии растений. Что касается по растениям, по спектрам заболеваний, которые контролируют, то есть очень важно сказать, для рожалочного, циркоспорозы, циркоспорозы, мучнистый рассад, антракнос, корневые гнили, в принципе, пупорный циркоспороз, это относительно соль, если мы говорим. Но очень важно еще понимать то, что мы, если говорим о фунгицидной обработке, когда делать, если говорим о подсолнечном? Если говорим о соль, это просто. То есть мы там заходим, куда бутализация начала сетения, мы заезжаем и начинаем делать. Но подсолнечный, не всегда у нас есть возможность высокой приростной техникой зайти в поздние сроки, посетение сделать, и на прошлой неделе мне задали вопрос Николая Рыб. То что рассказывает, у нас подсолнечник идет, мы заезжаем на пресс-петелье, 400 литра воды мы даем и, грубо говоря, мы там в нижнем листе пробиваем. Вот смотрите, что происходит. Вот мы берем верхний ярус листьев, у нас вот есть это эксперимент, мы проводили здесь на этой аграрине, и вот мы видим специальную бумагу, которая нам показывает качество наносения ромачьего раствора на листья. Смотрите, верхний ярус, средний ярус, и вот нижний ярус. То есть, если попадает в верхний и средний, что что-то есть, нижний ярус практически уже все меньше и меньше. То есть, если говорим о использовании препаратов фазу цветения, то что мы уже деляем. Если мы первую обработку не провели, то нижний ярус листья уже у нас начинает гореть, подгомать. Если мы с вами сделали первую обработку, вот видите, карамет у листья возле гермагеттар, и у нас вот в проекте, что происходит с нижним ярусом? Контрольные с нижней листьями сгорели, по карамету нижние листья стоят. Если вы видите, та же ситуация, смотрите по Фоксу. Фокс на 6-магеттар, нижний ярус листья на контроле уже практически сгорел, тут уже у нас еще нижние виски стоят. Поэтому если даже мы будем делать обработку в такую фазу, если виска уже у нас, листовая часть уже, листовая пластинка уже потеряна, в любом случае мы уже не реагировали. Это, в принципе, продуктивность нашего растения. Поэтому тоже это очень важный момент, на который надо акцентрироваться. Следующий препарат, на котором я хотел бы остановиться, это фарикулятор церон, который у нас зарегистрирован на подсолнечник в этом году. Мы получили очень хорошие результаты на нем. И эти результаты, кстати, мы получили здесь, на гореарине. Вот на этой гореарине в мелкоделяночных опытах, посмотрите, у нас есть вот контроль, есть церон разной нормы висения, 0,5-0,75 литра. Есть конкурентный препарат, который очень популярный в последнее время на рынке. Что происходит? Смотрите, контроль без обработки корневой системы, высота растения, и вот церон, гликтер, гликтер, то есть на минимум высоту растения разница 70 сантиметров в высоте. Что очень еще важно, если обратить внимание на другую систему, как правильная система растения, это даже не наши опыты, это опыт независимых исследований. Занцы, они обнаружили то, что возникнет элитативной массы. Вот и национерон этого не делает, этого не происходит. Поэтому это вот такой очень важный момент. Внесение, кстати, 32-я факта, 12 листов подсолнечника, и в принципе, видите, что у нас вот произошло. Теперь, следующий слайд, это уже прошлогодний опыт, это юг Агровена. Юг, посмотрите, что у нас было. У нас было 26-мм высадки до момента того, когда мы провели фотографирование на этой площади. И вот цирок, 0,8-мм гектар, разрез стебля, цветный контроль. Видите, все-таки разница в толщине, в толщине стенки и само растение, она очень-очень большая. Плюс развитие, вот смотрите, это были изначально растения, корневая система и развитие самой корзинки. Корзинка намного более выполнена, она более плотно надетая, и сама вот именно структура растения, видите, стебель, он более плотный, и вот ему более такой приземельный, он пониже. Следующий у нас продукт до нового решения, которое у нас есть, на инсеклацидное решение, это наш новый инсеклацид севантор, и, по сути, новое действующее вещество флукорадифрон, который выделяет стемофилин, натуральное вещество, которое имеет инсеклацидное действие. И вот на примере этого стемофилина, то есть был синтезирован флукорадифрон. То есть препарат, по сути, который очень органически описывается на разной системе защиты растений, это будущее инсеклацидов, потому что, в принципе, с точки зрения экологии, экономичности, то вон, в принципе, это новая такая уже редкая инсеклецидов, которая будет, будет, в принципе, в будущем. Что очень важно, какие культуры и какие вредители? Ну, во-первых, это кататля, это белокрынки, цитатки, щитовки, лопыльца и минеры такого вида. На какие культуры мы имеем регистрации? Пока это подобная культура, это виноград, яблая, брушка и капуста, основная овощная культура. Дальше мы будем, в принципе, и развивать его на культурах, в том числе. Ну, пока, в принципе, вот такая инсеклецидов у нас на него есть. Следующий препарат, это биологический продукт, это серенадо, асо. Что это за продукт и почему он у нас появился? Мы понимаем, что, в принципе, будущее литока у нас состоит в химических компонентах, да, биологические продукты тоже имеют приостановление, у нас есть тоже очень мощный отдел, который этим занимается. И этот препарат, флангицид, флангицид бактерицид, на основе бактерий, бацилус суптерис, но особенность та, что практически еще есть следов и дополнительных компонентов в этом продукте. Они заплодготованы компанией Байя. И это продукт, который, конечно, имеет очень важно право использования профилактическое. И самое главное, что понятно, что пока он имеет регистрацию на плодовые, точные, альптура, перспективное, альптура может быть ракса. В любом случае, мы также тестируем его в других вариантах. Используется он больше, ниже в 45 кг. Но я хотел сказать следующее. Препарат практически очень хорошо подходит к органическому землигеню. То есть органическая продукция тех хозяйств, которые выворачивают органику, пострады могут его использовать. Профилактическое действие препарата очень мощное. То есть умеет действовать на бактериозы и на бактериозы. По сути, регистрация пока увидит. Я бы на предпоследствии региона персик это по сути на сведника да, это важно. То есть по сути, такие культуры, которые можно использовать. Теперь буквально несколько складов о том, что у нас ждет скоро, пару месяцев нам надо будет уже думать о том, что находим уже готовиться к посильной. И хотел бы напомнить вам пару слов о наших все-таки тех продуктах, которые есть в портфолио. протравители. Ломбардон ПРО это как бы тот старый эталон, который есть на рынке. И он уже довольно-таки популярно завоевал себя и показал себя с хорошей стороны. Смотрите, что очень важно помнить. Прежде всего, что у нас тут есть свой кран, это новый класс издельчая, то есть это класс, который недавно появился на рынке. Плюс противоэтероконозор. Важно то, что прежде всего препарат в принципе имеет возможность стимулировать мощную корневую систему за счет своей активности плюс позитивный хороший спектр по контролю заболеваний растений. Очень важный момент. И самое главное, понятно, что все-таки формуляция продукта. Потому что, если мы говорим о качестве препарата, то все-таки формуляция препарата очень и очень важный момент. Смотрите, дальше следующий наш продукт препарат это сценик. Что, для чего он у нас присутствует. Практически те же противоэтероконозор, но есть моксисдрабин. В отличие такого перамы есть моксисдрабин. В данном случае, он более мощно работает на снеговую плесню. И сниевая плесня, вы знаете, что в принципе в этом году конечно, я не знаю сколько это было актуально у нас, в вашем регионе, в Одессе, в районе центральной, западной регионе, дифферензе с тяжелых 10 очень и очень много создала проблем и призвала отсвежения кассива. Ну, по сути, этот вопрос очень серьезно решает сценик кожи в том числе. Еще хотел бы обратить ваше внимание на инциктоцидный препарат урега очень плюс. Он чем интереснее и чем он важнее вообще как компонент. Если мы говорим о ранних посевах, о тех зонах климатических, там есть осенние температуры плюсовые, где большие риски вредителей, осенних вредителей. Вот именно галочи плюс посредством метаклоприды и метаклоприды платинегина позволяют нам контролировать вот эти ранние губные осенних сорняков, которые на ранних посевах приводят к разноске микоплазм, гирусных заболеваний, которые в дальнейшем могут, в принципе, снижать очень серьезно урожа. И какие, в принципе, сейчас моменты? Смотрите, по сути, если брать платинегин, метаклоприд, если брать по спектру контроля, по сути, два действующих вещества, они помогают друг к другу контролировать отдельные метаклоприды. Если да, например, там, в деньгин, слабый, это плотно, то метаклоприд помогает микоплазм. То есть еще очень важно сказать следующее момент. Если мы не говорим о метаклоприде, метаклоприд у нас в растении метаболизируется на такую гипотинировую высоту, которая есть антистрессовый гормон. А антистрессовый гормон позволяет растению лучше приносить и нельзя на нем не сказать. Смотрите еще на твое. Я хотел бы с вами тоже поделиться информацией, потому что информация такая, которая иногда у нас в последнее время все больше и больше и больше. Особенно это касается центра запада Украины и оно, в принципе, сюда ближе к востоку. Часть южного региона тоже была. Зима, которая была в этом сезоне, чем она была твердяльна? Во-первых, то, что у нас была теплая осень, потом не было больших подъезжений температуры и сбыл снежный бопрот, был упал на незаверзшую землю. Посевы, которые были собственно не загущены, что суть и разумеет. На этих посевах под Кисиской там, где были растительные остатки, вот видите, то есть растительные остатки, на них очень прекрасно развивался возбудитель тифулеза. И вот видите стерофия тифулеза на Солопе. То есть это недалеко отсюда, это Полтавская область, очень такой сухой регион, тоже там никогда не могли подумать, сошел снег, и вот такой был посев. Что произошло на самом деле? Произошло вторичное перезаражение листовой массы. Посев был загущенный, листовая масса была, был снег, была температура под снегом фактически небольшая, и в данной ситуации фактически они потеряли большое количество продуктивных стеблей. Посев, он выжил, потому что там он больше непотребительный, все-таки он свою работу сделал, но листовая масса в один стеблее, они были многочиспотерены. Чтобы этого не случалось, смотрите, что здесь. Практика показывает. Это виден с областью Чеченнинский район, это практически очень близко к Одессе, это тоже очень засушенный устроен, недостаточно уложения. Вот осенняя проводка фалькона в уголе 0,5 метра на фикар, смотрите, что было, как посев перезимовал, снег стоял, высота снега стояла на стороне сахотерами. То есть, поэтому мы все-таки если у вас снег запущен, есть риски снежного покрова, высотого, да, если снег вы видите, что будет теплая зима, все-таки есть в этот фальконе на частных тракетах такие риски снимают. Потому что третье минол, это есть самая лучшая вода, которая контролирует тихий унос. Дальше. Я хотел ваше внимание на те продукты, которые у нас есть. Вайер у нас ассоциируется сейчас с семеной компанией, с химической компанией, но у нас еще есть и машины, которые для обработки с семян, которые мы производим. Это тоже часть нашего бизнеса, которые мы будем продавать им творение в том числе. Каким образом это будет происходить? Мы будем на котором продавать практически уже как сейчас, если будет какой-то заказ от хозяйств, то есть если будут какие-то потребности, то есть это все будет коммуницировано нашим региональным коллегам. и что у нас есть? У нас пока есть разные виды машин, мелкие варианты такие, то есть 7,5-3,5-2 тонны в час, то есть врубки у нас 80 кг. Продуктивность небольшая, но такой более такой фирменский вариант машин, но она имеет по сути практически полностью автономная машина, автоматизированная поэтому очень удобная комплектация в эксплуатации и в расчетах комплектованных. Она обрабатывает СОЭ, пособящие кукурузы зерновой пунктов. Если обратите внимание на механизм, то есть есть механизм барабанного типа, то есть она по отношению к семянам очень мягкая, она их не тронирует и эти технологии подработки семян они как бы в этом уже причиняются. Есть еще два разных варианта, H800 примерно на 1000 это опять же разная продуктивность тоже модель полностью автоматизированная по промотке соя, кукурузы зерновой культуры. Если с вами будут вопросы, какие-то вас интересуют, то прощайтесь. Теперь хотел бы акцентрировать ваше внимание на акциях, которые мы проводим в этом году для подправителей. Наших подправителей это только то, что говорили и какие акции мы будем предлагать. Эти акции у нас будут для конечных производителей и они будут у нас под программой ваше пайер аграрльянс, то есть программа для аграрльянс, если, например, покупаем 20 литров ламаго и 20 литров гаучи плюс или 65 литров сцерника 20 литров гаучи плюс на сертификат денежный в программе пайер аграрльянс 2000 гривен. Если, например, вы покупаете 60 литров ламаго 160 литров гаучи или 160 сантиметров и 60 гаучи плюс, да, на сертификат 5 тысяч гривен. То есть это все в рамках программы «Байер Мегер Альянс». Вы покупаете, всю процедуру проходите, и там, в принципе, дальше получаете, ребята, возле гражданина. Буквально пару слов о наших подрешениях. Что это такое? Ну, вы знаете, что «Байер», у нас, кроме всего, то, что мы продавим, естественно, мы очень мощную поддержку оказываем, консультационную поддержку. И в данном случае еще это консультационная поддержка, как бы, с точки зрения «Байер Мастер-класса». То есть, возможно, кто-то из вас уже принимал участие в наших мастер-классах. Что это такое? То есть это когда собираются группы людей, которые проводит наш литический эксперт Александр Ключин. В этом регионе он имеет специальный сертификат, он проходил обучение, проходил специальные курсы и имеет возможность проводить такие мастер-классы. Смотрите, есть у нас сейчас уже доступные темы в 2019 году. То есть это механика обработки почек, теплое выращивание соек, груза, зимой пшеницы и управление питанием растений. То есть вот эти пять тем тематических, которые, в принципе, компания «Байер» уже может, наверное, непосредственно уже носить на уровень производителя. Что еще хотел бы сказать? Вы знаете, что «Байер» сейчас есть владельцы «Climate Corporation» — это большая компания, которая занималась разработкой систем, график-систем, точно на землетеле и спутниковой и так далее. И в данном случае, что я хотел бы сказать? У нас есть сейчас система «FieldView» от «Climate» и я бы на ней хотел остановиться буквально пару слов. Что это такое и для чего она у нас есть? На самом деле это очень удобный инструмент, который позволяет нам, имея, например, какой-то девайс, то есть это планшет или мобильный телефон, при помощи некоторых средств, которые подключаются к трактору и контролируют процесс, например, обработки, например, бассейна, м-бассейна. У нас реагируется селка, подключается, например, туда оборудование, и мы, например, находимся где-то за 100 км, через этот ряд смотрим, и мы видим, что вот наша селка там делает в каком-то месте просек, то есть она не высевает, там какое-то количество семян, там двойники или там вообще не сел. Эта реальность уже пошла. Другая реальность, та, что она позволяет уже реально визуализировать продуктивность поля или иного участка. То есть когда вы видите реальный трон, ну, трон вы видите там в поле и все, больше ничего. В данном случае это при помощи этого гайса, этой программы мы реально можем оценить уже продуктивность того или иного участка поля и за счет этого снивелировать снижение урожайности, которые эти участки поля, в принципе, к чему они могут привести. Плюс она еще реально может показывать здоровье поля. То есть мы видим, что вот у нас вот этот участок болеет, что-то там в нем непорядок. Мы тогда приезжаем, потому что не всегда мы заходим, например, в поле, мы объехали, там, зашли с канала и посмотрели, а внутрь никогда не заходили. А там внутри могут происходить какие-то другие снижения. Поэтому эта система есть, она существует. Есть вот сайт, где вот судьи в том, где вы можете зайти, в принципе, посмотреть, поинтересоваться, а вы все работаете. И вот этот прибор, который, видите, вот в самом низу, этот прибор, вот этот прибор, который контактируется со всеми видами тракторов, которые ему подходят, и он позволяет существовать и функционировать этой системе. Ограничения наши включают в себя программу весьминого заранализирования. И что это такое за программа, вы все знаете? Это тресторонняя программа, которая в себе может... есть компания Bayer, есть, например, вы, есть банк Re-Advisor Aval, и, грубо говоря, под один процент вы можете получить программу венцирования финансирования. То есть один всего один процент. Поэтому тоже может быть интересным термин использования программы – это 9 месяцев. Я еще хотел бы вам просто показать реальный пример, что сейчас происходит у нас, как у нас есть отношение к ТАРе, да? Мы можем запропоновать вам сдать ТАРу. Ой, у меня нет времени времени, сейчас посев нам. Что? Вы космонтаром? Вы, пожалуйста, я этим не занимаюсь. Это реальный ответ, то есть конкретно там было. Я уже сдав ТАРу. До менеджер приезжал, я посередал, еще пару копейок заводил. Это записи. Ну, мы на тельный теле вспоминка. Так уме, давние пару из них суда, кто там нас вызывает, не знаю. Не все одно. Две самые три же креста. До свидания. Я бы еще, ну, что я хотел бы сказать. Когда месяц назад был у нас там в институте, в церкви, там, где у нас производят продукцию, когда мы общались с немцем, я ему говорил, он мне рассказывает, значит, когда-то в Украине, много лет назад, я нашел планку от децеса в лесополосе. И он мне так об этом говорил, вы знаете, просто, ну, это ужас. Они, это, они, это, понимаете, что это такое, это не пример. Когда ты, ну, и смотришь, как, с точки зрения кого-то, что у них происходит, мы понимаем, что в хенесом очень далеко. Если мы берем вот это все, что у нас есть сегодня, это вроде все смешно, это все вроде бы как нормально, но мы думаем только сейчас, на данный момент мы не думаем о том, что будет, потому что вы оставляли ваши дети. И если мы берем вот это количество, пистакулярного мусора, да, или 4% площади Украины, это практически территория одной области. Это то, что у нас, вы только подумаете сегодня, да, то есть территория одной области. Поэтому вы поймите одну область. Ну, то есть компания, когда заезжает в Украинский продукт, она за это платит деньги, это за все заплачивает. Он никогда не за что платит. Только надо одну область. Надо найти ту компанию, которая будет реально забирать это все. И мы вот это сейчас вам показываем, чтобы показать эту компанию, которая может приехать и забрать вас используемую тару. Но для этого, чтобы это случилось, надо просто, во-первых, нужно три раза проводить канистру, то есть чтобы она была чистая, и обязательно нужно проколоть до канистры, то есть чтобы она была прорезана, то есть она должна быть нецелена. Это очень важные моменты, которые есть очень такие, ну, ключевые, я бы сказал. Что от компании Байд? Ну, прежде всего, мы за это даем возможность получить дополнительные баллы. То есть компания, которая это делает, она говорит о том, что там, например, кто-то и кто-то сдает тару, и мы, то есть получаем, вы участники Байд Агрональянс, за то, что они сдают тару пустую, отдают просто на утилизацию и получают дополнительные баллы компании Байд. То есть это все бесплатно, тары вывозятся бесплатно. Понятно, что, то есть надо, первый шаг, это выготовить тар, то есть мы ее прорываем, проколоть дно канистры, второй тар, мы связываемся с провайдером, сейчас контакты я вам дал, и третий тар получаем баллы программы Байд. То есть плюс получаем дополнительную какую-то выгоду от этого сыгран. Партнер, который есть под компанией Байд, по услугам утилизации тары, это компания ТОВУК ЭКОПРОМ. Вот есть телефоны контактные его, вы можете по этим телефонам обратиться, и, в принципе, всю дальнейшую информацию уже с ними полностью получили. Я, в принципе, вам благодарен за внимание, и сейчас у нас пришло время дальше к нашему полевому исследованию. Сейчас я приношу.